Так, коллеги, всех приветствую еще раз. Прошу прощения за небольшую заминку со звуком. Все, все решили. Меня зовут Вера. Я представляю турецкие отели Alibay Hotels & Resorts. Сегодня я расскажу вам подробно про наши отели. У кого будут вопросы в конце вебинара, после того, как я уже расскажу всю презентацию, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Прошу писать их во вкладку «Вопросы». Если в течение самого вебинара вдруг попадет звук или картинка, пишите просто в общий чат. На время презентации я видео выключаю и вернусь к вам уже после. Итак, отели Alibay Hotels & Resorts. Отели расположились на Анталийском побережье, в 70 километрах от Аэропатай-Анталии. В нашей сети представлены отели Alibay Park, Alibay Club и Alibay Resort. Все отели находятся в живописных местах, начиная с отелей Alibay Club и Park, которые расположились на территории 386 тысяч квадратных метров. Тихо, да? Сейчас постараюсь говорить погромче, конечно. Итак, территория отеля Alibay Club и Park на 380 тысяч квадратных метров. Огромная зеленая территория. А сейчас как со звуком? Получше? Если тихо, попробуйте, пожалуйста, увеличить звук у вас на компьютерах. Потому что стараюсь говорить максимально громко, звук у себя тоже включила. Итак, отель Alibay Park и Club. На территории у нас есть три бассейна, один из которых Relax Bассейн 16+. То есть это для тех гостей, которые хотят отдохнуть в тишине, без анимации, без музыки, без детей. Как сейчас со звуком? Слышно ли было? Коллеги, сейчас со звуком получше? Я у себя тоже увеличила максимальную громкость. Должно быть слышно меня уже получше. В отелях Alibay Park и Club четыре основных категории номеров. Это Standard, Standard Family и номера Superior, Superior Family. На данном слайде представлена фотография номера Superior. Номер 26 метров квадратных. Все номера современные. В каждом номере есть либо одна двухспальная, либо две односпальные кровати. Телевизор, Wi-Fi, интернет, мини-бар, кондиционер, сейф, телефон, душ, фен. То есть все необходимое для комфортного проживания. Также в номерах есть мебелированные балконы. На следующем слайде представлен номер категории Superior Family. Он оборудован так же, как и Superior, но в нем две комнаты. В одной из которых одна двуспальная кровать и во второй две односпальных. Следующий. Коллеги, на все вопросы я буду отвечать в конце вебинара. Чтобы сейчас не сбиваться, пожалуйста, пишите ваши вопросы во вкладочке «Вопросы». Обязательно на все отвечу. Спасибо. Следующий наш отель – это Alibay Resort в Сургун. Отель располагается на очень зеленой территории, 120 тысяч квадратных метров. Отель находится в природоохранной зоне, среди сосен. В данном отеле также представлены три бассейна, один из которых 16+. На этом слайде вы можете видеть фотографии релакс-бассейна. Его особенность в том, что он весь выложен из натурального камня. Это очень красиво, одно из красивейших мест в нашем отеле для спокойного отдыха. Вы видите, что территория отеля очень зеленая, и даже бассейны, они такой нестандартной формы, что сделаны с целью защиты природы. Вот такие домики в османском стиле располагаются на нашей территории, трехэтажные. В каждом, конечно, есть лифт. Это ресепшн отеля Alibay Resort Сургун. Когда наши гости приезжают, то у них проходит индивидуальная регистрация. В данном отеле нет общей стойки. Все гости садятся за стол к нашим сотрудникам. Гостям предлагают прохладительные напитки. После регистрации на машинке гостей отвозят к их домику. Провожают в номер. В номере гостей ожидают комплимент от отеля шампанское и фрукты. Да, территория как в джунглях, очень зеленая. Далее расскажу вам про номера отеля Alibay Resort. В данном отеле номера начинаются с категории Deluxe. В каждом номере есть ванна с джакузи. В ванной представлен весь необходимый набор косметических принадлежностей. То есть с собой практически ничего брать и не надо. Все есть и очень хорошая, качественная косметика. Конечно же есть мини-бар с ассортиментом безалкогольных напитков. Шоколадки, пиво, орешки. Все это пополняется ежедневно при необходимости. Есть чайник, набор для чая и кофе. Комнатные принадлежности. Есть тапочки и халаты. То есть абсолютно все для прекрасного комфортного отдыха. Следующий номер это Family Suite. Он состоит из двух комнат. Оборудован так же, как и Deluxe. В одной комнате одна двухспальная кровать, в другой две односпальные. В данной категории номера две ванные комнаты. В одной джакузи, в другой душевая кабина. Family Duplex. Это двухэтажный номер. Оборудован он так же, как и Family Suite. Первый этаж для взрослых, второй для детей. На нем, как вы видите на фотографиях, две кроватки. Также на каждом этаже есть ванные комнаты. Коллеги, подскажите, успеваете смотреть информацию, читать то, что написано? Или помедленнее мне рассказывать? Номера категории Family. Оборудованы они так же, как и номера Deluxe. Стоят из двух комнат. В одной комнате двухспальная кровать, в другой две односпальные. Также, конечно, в ванной есть ванна с джакузи, мини-бар и два балкона. Номера Suite Deluxe. Они так же оборудованы, как все наши номера. Но состоит данный номер из двух комнат. Одна из которых спальная, с двухспальной кроватью и гостиная. Junior Suite. Это уже такой большой номер. Он так же оборудован всем необходимым. Но данный номер состоит из трех комнат. Две спальни. В одной из которых двухспальная кровать. В другой две односпальных. Плюс гостиная. И самый большой номер – это Grand Double Suite. Это двухэтажный номер. На каждом номере по четыре комнаты. На первом этаже спальня. Две односпальные кровать. И гостиная. На втором этаже также спальня. Там уже двухспальная кровать и костинная комната. Дальше я расскажу про такие интересные особенности наших отелей. Чем они отличаются. Что интересного есть для отдыха наших гостей. Во-первых, это аквапарк. В отелях Alibay Club и парк. Аквапарк – один из самых больших на Анталийском побережье. Он располагается на территории 25 тысяч квадратных метров. В аквапарке 25 водных горок. Есть абсолютно все для того, чтобы провести целый день. Горки, бассейны. Бассейн с волной. Течением. Есть детский бассейн для самых маленьких деток с антибактериальным песочком. Также на территории аквапарка есть рестораны-бар. В ресторане можно пообедать, чтобы не возвращаться на основную территорию отелей. Да, аквапарк сейчас работает. В отеле Alibay Resort Surgun также расположился прекрасный аквапарк, в котором представлено 13 водных горок и общая площадь 15 тысяч метров квадратных. В данном аквапарке также есть несколько бассейнов, в том числе детские, и ресторан с баром, в котором можно пообедать и провести в нем весь день. Дальше расскажу вам про нашу прекрасную анимационную команду. Коллеги наши работают с нами из года в год. Основной состав у нас не меняется. В клубе и парке у нас работают в команде 50 человек. Alibay Resort Surgun 40. Каждый вечер в 21.30 наши гости отправляются в театр под открытым небом. Сцены у нас профессионально оборудованы. У нас свои костюмы, декорации. Каждый вечер проходят различные шоу-программы. Это либо танцевальные, либо диснеевские мюзиклы. Вот на слайде представлена фотография из танцевального шоу «Мадонна». Также у нас проходят такие диснеевские мюзиклы, как «Король лев», «Русалочка», «Аладдин», «Красавица и чудовище», «Шрек», «Тарзан». То есть все это наши собственные постановки. Все очень красочные. Дети всегда после шоу бегут фотографироваться с любыми героями. Да и взрослые, впрочем, тоже не против сделать такие красивые фотографии. Продолжение вечера после шоу проходит у нас в баре и у бассейнах для тех, кто хочет пробить свой вечерний отдых. Также среди активных таких развлечений в Алибей, клуб и парк у нас есть парк приключений, такой веревочный городок. К сожалению, в этом сезоне он пока что закрыт, но так он всегда работает и пользуется большой популярностью у взрослых и подростков. Для детей в наших отелях есть детские клубы. В отелях Алибей Парк Клаб получается два детских клуба. Есть в течение дня различные анимационные программы для детей, игры, занятия. Как вы видите, на слайде рядом с созданием детского клуба представлен детский бассейн. Это вот детская площадка. То есть в течение всего дня детки заняты своими делами вместе с нашей командой детской анимации. Детский клуб Мимо Клаб Полибей Резорт работает ежедневно с 10 утра до 11 вечера без перерыва. В данный момент график работы детского клуба немного изменен в связи с сложившейся ситуацией. Он работает с 10 до 18 с перерывом на обед, потому что детский ресторан пока что закрыт. И все занятия и игры проходят на открытом воздухе. В детском клубе в резорте есть комната для самых маленьких деток от 0 до 3 лет в сопровождении родителей. Они могут там находиться, их можно положить спать, покормить, но, как я и сказала, только в сопровождении родителей. Дети от 4 лет могут уже находиться в детском клубе под присмотром наших специалистов. Вот это фотография детского клуба, помещение. Помещение пока что закрыто. Это детский ресторан. Далее я расскажу про наши теннисные корты, наш теннисный клуб, наша гордость. Один из самых больших в мире. В клубе и парке 62 теннисных корта. Валибе и резорт Сургун, 53. Каждый год у нас проходит большое количество различных соревнований, как местных, так и международных, в том числе и российские турниры. У нас есть... Это про все отели. Сейчас я рассказываю уже про все отели. Во всех наших отелях есть и аквапарки, и детские клубы, и теннисные корты. Так, если возвращаюсь к теннисным кортам. Также у нас есть детская теннисная академия Талантина. То есть детки могут с нуля научиться игре в теннис. Взрослые также тоже могут брать уроки тенниса. Есть прокат всего необходимого инвентаря. А также спортивный магазин, в котором можно приобрести все для игры в теннис и для занятий спортом в целом. Ну а для тех гостей, которые ведут активный образ жизни, ходят в тренажерный зал, занимаются спортом и не хотят прерывать свои занятия также и во время отдыха, в наших отелях представлена сеть фитнес-клубов «Фитнес-фезд». Это международная сеть, представлена в 16 странах, в Турции эксклюзивно в отелях «Алибэй». Это профессионально оборудованные тренажерные залы, а также различные групповые программы в течение дня. В наших отелях тоже регулярно проводятся различные фитнес-мероприятия, фитнес-недели. Поэтому те, кто любит спорт, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему активному отдыху. Ну а после активного отдыха хорошо расслабиться и отдохнуть в «Самара-спа-центре». Это собственный бренд отеля, который всегда был и есть в «Алибэй-резорт Сургун». И в этом сезоне «Самара-спа» открылся и в «Алибэй-клаб». Ну и, конечно, он доступен для гостей «Алибэй-парка». «Самара-спа» — это прекрасное место для релакса, расслабления. Наши сотрудники проведут различные спа-программы, массажи. У нас есть хамам и сауна. Сейчас спа-центры работают, но с некоторыми ограничениями по сеансам. То есть необходимо заранее записываться. На данном слайде вы видите пляж отеля «Алибэй-резорт Сургун». Он полностью песчаный, вход в воду пологий, тоже песочек. Во всех наших отелях на пляжах есть вот такие павильоны, которые можно взять в аренду и отдыхать там в уединении в течение всего дня. В павильонах есть мини-бар и обслуживание официанта весь день. Коллеги, сейчас я буду рада ответить на ваши вопросы. Я вижу, во вкладке уже они появились. На данном слайде представлены контакты мои и отели, соцсети отелей. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы очень активно ведем наши соцсети. Из них вы можете найти всю актуальную информацию по отелям, свежие фото и видео. Я перехожу к вашим вопросам. Так, первый вопрос. Отличия парк и клаб. Да, территория общая. Ходить, отдыхать, кушать можно везде, в любом ресторане. Парк – это все включено. Клуб – это ультра все включено. В ультра входит импортный алкоголь. Это единственное отличие. А так, территория абсолютно едина для всех гостей. Так, какие изменения, особенности в связи с коронавирусом? По поводу изменений в связи с коронавирусом. Давайте я расскажу с самого начала. То есть, когда наши гости приезжают при заселении на ресепшене, гостям измеряют температуру. Сотрудники наши, конечно, все в масках. Гости при желании. Это не обязательно. Могут тоже одеть маски, которые есть в доступе на стойке регистрации. Также там находятся антисептики. Пока гости регистрируются, багаж остается на улице, где проходит дезинфекцию. Анимация работает. Дневная анимация, вечерние шоу-программы проходят каждый вечер без изменений. Детские клубы также работают, но с некоторыми изменениями. Как я сказала про мимо-клаб волейбе-резорт Сургун, он работает сейчас с 10 до 6 с перерывом на обед, поскольку детский ресторан пока что закрыт. И занятия и игры во всех наших детских клубах проходят на открытом воздухе. Также по всей территории отелей расставлены санитайзеры. Что касается ресторана, то есть шведский стол в своем разнообразии обилия не изменился. Просто еда за стеклом, и еду накладывают официанты и повара. Но еще раз хочу обратить внимание, что еды много, можно подходить так же, сколько захочется. При входе в ресторан гостям выдают маски. Единственное место, где гости должны быть в масках, это ресторан-зал с едой. Так, и следующий вопрос. У двух отелей номера одинаковые, цена разницы более 23 тысяч. Вы имеете в виду, наверное, парк и клуб? Нет, вот в парк импортного алкоголя нет, а клуб — это как раз с импортным алкоголем. Поэтому разница в цене. Так, мой email, да, конечно, вот он на последнем сайте. Мой email, телефон, в нем есть WhatsApp, другие мессенджеры. Пожалуйста, пишите, звоните, я всегда на связи. Есть ли питание детское, баночное? Баночное питание есть в отелях Alibé Resort. Аквапарк. 15 горок — это Alibé Resort Сургум, 25 — это Alibé Клуб и парк. Работают ли отели зимой? Нет, отели зимой не работают, но при этом у нас в каждом отеле один из бассейнов с подогревом, что актуально в начале и в конце сезона. Но зимой наши отели закрыты, и в них идет подготовка к следующему сезону. Обычно отели закрываются в первых числах ноября. В этом году мы планируем немного продлить сезон, поработать до 23 ноября. Работает ли кондиционер в обе ресторанах? Да, кондиционер работает везде. СПА платно сколько стоит? СПА во всех наших отелях. Бесплатно посещение сауны и хамам. Платно различные массажи и СПА-программы. То есть если интересуют какие-то конкретные цены, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp или на почту, и я вам пришлю информацию. Как далеко отели находятся друг от друга? Отели Alibé Resort и Alibé Club и парк между ними около 12 километров. Чем отличаются отели друг от друга? Смотрите, отель Alibé Resort Surkund, более дорогой наш отель. В нем номера начинаются с Deluxe стандартов. Нет, да, в каждом номере ванну, в джакузи, мини-бар с ассортиментом различных напитков, шоколадки и орешки. Отличная косметика, халаты, тапочки. То есть это отель немного другого уровня, с индивидуальной регистрацией, как я уже говорила. Также в данном отеле все гости получают комплимент при заселении. Детский клуб работает в обычное время, да, если мы не говорим про нынешнюю ситуацию. С 10 до 11, без пережива, там нет детский ресторан. Пляж полностью песчаный, вход в воду пологий. Также на пляже изначально такая задумка, что лежаки, зонтики, да, на расстоянии 4 метров друг от друга для комфорта наших гостей. Вот, то есть такие вот отличия. Если вам понадобится какая-то более детальная информация, пожалуйста, напишите мне, я с удовольствием вам все расскажу. По поводу стоимости платных услуг, пожалуйста, кого интересует, напишите мне в WhatsApp или на почту, я тоже всю информацию по стоимости пришлю. Аквапарки бесплатные. Аквапарк, он бесплатный только для наших гостей. Платного входа для посторонних нет. В резорте у нас всего два лекарта ресторана. Это рыбная и османская кухня. Чем отличаются номера стандарта «Супериор» в Рельбей Парк? Стандарты с косметическим ремонтом «Супериор» после реновации. Кофейна в резорте. Да, кофейни работают также в обычном режиме. Здесь тот же ассортимент выпечки, десертов. Разница в расположении номеров клуба «Парк», что ближе к морю. Смотрите, в клубе с парком у нас 32-этажных домиков. То есть они начинают располагаться от рецепшена и дальше в сторону моря. То есть пара домиков, они находятся ближе к морю, рядом с релакс-бассейном. Это, можно сказать, и про клуб, и про парк. То есть везде абсолютно одинаковые домики и номера. Юлия Боева. По поводу ваших туристов и дня рождения. Напишите, пожалуйста, мне на почту все данные по туристам, номер брони. Я также перешлю своим коллегам. Ну да, на дни рождения у нас обычно красиво оформляют стол в ресторане. Официанты поздравляют, приносят торт со свечкой. И, пожалуйста, напишите мне, чтобы я обратила внимание коллег. Коллеги, вижу вопрос в чате, в парк. Можно ходить, пить алкоголь в клап. От Маргариты Черненко. Маргарита, смотрите, клуб и парк – это единая территория. Можно кушать в любом ресторане, заказывать напитки в любом баре. Просто если гость заказывает импортный алкоголь, то его попросит показать карту гостя, которая является ключом в номер, и на ней есть информация о гостях, в том числе по концепции. Поэтому если гости живут по концепции, все включено, то официант, бармен их предупредит, еще раз напомнит, что это импортный алкоголь, он платный, и при выезде необходимо будет доплатить. Если гости живут по концепции ультра, в которую входит импортный алкоголь, то, соответственно, они без проблем заказывают алкогольные напитки в любом ресторане и баре. Меня зовут Вера. Алексей Малышев. Это коллега из Туи. Вот, пишите мне. На слайде видно мою почту рабочую, также телефон, сайт отелей, соцсети отелей, мои соцсети. Подписывайтесь. Будем дружить. Трансферы до аэропорта. В наших отелях есть индивидуальные трансферы. И из аэропорта могут встретить гостей, и также от отеля навезти в аэропорт. Это касается и резорта, и клуба с парком. Если будет необходим индивидуальный отельный трансфер, пожалуйста, пишите мне. Все организуем. Трансфер платный, да, конечно. Трансфер стоит 70 евро в одну сторону. Коллеги, какие еще вопросы? 70 евро – это автомобиль до 6 человек. Детская кроватка деревянная. Коллеги, остались ли еще какие-то вопросы? Может быть, что-то рассказать про то, как работают отели сейчас? Хотя, в принципе, я основную информацию уже рассказала. Номера с ремонтом. Номера стандарт и фэмили-стандарт с косметическим ремонтом. Номера суперер и фэмили-суперер с реновацией. Это в парке и клубе. Юлия Боева по поводу доплаты до ультра. Напишите мне, пожалуйста, ваш вопрос на почту или WhatsApp. Я уточню и отвечу вам. Юлия Боева по поводу доплаты до ультра. Мария. Так, 70 евро, по-моему, стоит аренда шатра на пляже в резорте. Это на двоих человек. Какие еще вопросы? Пишите, пожалуйста. Мария, необходимо мне уточнить информацию. Пожалуйста, напишите мне в WhatsApp. и я вам отвечу по поводу стоимости на семью 2 плюс 2. Вообще, по всем вопросам по дополнительным платным услугам, пишите мне на почту или WhatsApp, я вам обязательно оперативно пришлю всю информацию. Кстати, коллеги, у нас появилось приложение в наших отеле. Также по названию Alibay можно найти и для Android, и для iPhone. Как любое обычное приложение вы скачиваете, точно так же можете найти наше приложение. Естественно, оно есть и на русском языке. Там можно почитать информацию про отели, а для наших гостей, когда они приезжают, они там могут зарегистрироваться и через приложение, например, забронировать время в спа-центре, выказать room service, арендовать шатры на пляже и прочие дополнительные услуги. Очень удобно. Скачать приложение можно в любой момент, хоть сейчас, но регистрация происходит, естественно, уже по приезду в отель при заселении. Но вся информация необходимая есть в приложении, и можно ее прочитать в любое время. Да, Дарья, вижу ваш вопрос. Во всех отелях Alibay фитнес-центр платный. Есть различные абонементы, в которые входят посещение тренажерного зала и различные групповые программы в течение дня. Стоимость отправлю при необходимости по запросу. Есть абонементы на один день, на неделю, на две. Дмитрий. Да, тренер по большому теннису есть во всех отелях. Стоимость мне необходимо уточнить, поэтому, пожалуйста, напишите мне на почту или в WhatsApp, и какой конкретно отель интересует, или все, и я вам пришлю информацию. Мария. Мария. Разница ультра и все включено в резорт в чем? Разница в импортном алкоголе. Больше никаких отличий нет. То есть в ультра входит импортный алкоголь. Юлия. Да, бесплатно в зал не пойти. Занятие в тренажерном зале необходимо оплатить. Занятие в тренажерном зале платное по абонементу. То есть, как я сказала, в абонемент входит и тренажерный зал, и групповые программы. Гости могут, естественно, выбрать для себя только тренажерный зал, либо только групповые программы, или все вместе. Да, интернет, Wi-Fi есть на всей территории отелей, в номерах, на пляже, возле баров. Только в ресторане нет, чтобы кушали, не отвлекались. А так на всей территории отеля спокойно ловят хороший Wi-Fi. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, мужчин селят. А-ля карт платный. Да, в клубе с парком у нас один а-ля карт ресторан. Он находится в башне с часами. Там несколько, каждый вечер, то есть там разная кухня. Можно подойти, посмотреть расписание, какое меню в какой день, и забронировать себе столик на нужный день. Кстати, этот ресторан, он панорамный, и балкончик крутится в течение часа, делает круг. Стоимость, Юля, по-моему, 10 евро. Наталья, у нас всегда фитнес-клуб был платный. Это международная сеть фитнес-клубов. Поэтому такие условия. Там работают профессиональные спортсмены, профессиональные тренера, шикарно оборудованные тренажерные залы. Стоимость небольшая. При необходимости, пожалуйста, напишите мне на почту или на WhatsApp, и я вам пришлю, какие есть варианты абонементов в наш фитнес-клуб. Юля, напишите мне, пожалуйста, WhatsApp. Я уточню, отвечу на ваш вопрос. Мария. Да, в резорте есть машинки, которые могут отвезти из домика до пляжа. Машинку можно звонить на ресепшн и попросить. И в течение нескольких минут она подъедет. Но можно прогуляться по нашей прекрасной, красивой, зеленой территории. Захватить по дороге мороженое и найти до пляжа. Какие еще будут вопросы? В принципе, у нас есть еще время. Поэтому буду рада ответить. Юля, вот только что отвечала Мария на этот вопрос. Да, есть. В отеле Alive Resort. Я не могу сказать. Мария. Да, есть нормальные балконы, номера на разных этажах. У нас там в резорте трехэтажные домики, то есть на разных этажах есть разные категории номеров. Продолжение следует. Связывайтесь со мной по контактам, указанным на слайде. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.